Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. Мы в полном составе. В Каппадокии мы сделали огромное количество красивых кадров. Обязательно посмотрите предыдущий видеоролик. Мы двигаемся дальше, спускаемся к морю. Сегодня будет много моря, я очень на это надеюсь. Поэтому давайте начинать. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, если не подписались. И погнали. Вон, посмотрите, какой впереди город. Выглядит просто магически, я не знаю. В пещерах живут люди до сих пор. Представляете? Также пока мы ехали до Каппадокии, я снимал немножко дорогу. И вы знаете, это сплошные степи, степи, степи. И вот сейчас тоже едем. По сути, ну, небольшие холмики, но дорога вот прям максимально скучная. Нам осталось до берега примерно 150 километров, а именно до Мерсина. И здесь, видите, какая же природа. Горы, причем вот там вот на заднем плане. Горы высокие. Да, там вот на горе написано ОГН, что там непонятно вообще. Шикарные виды начались. Едем в ущелье. Здесь, конечно, невероятно красиво. Остановились. И там снизу проходит платная дорога. Мы едем по бесплатке. Красота. Да, остановились. Увидел вот такую вот штукенцию. И думаю, надо обязательно набрать воду, чтобы была. Я знаю, что наш канал смотрят те люди, у кого есть свои проекты, свои магазины, свои какие-то бизнесы, свои услуги, свои какие-то товары. И, конечно же, вам всегда нужны новые клиенты. Наш YouTube канал набирает приличное количество просмотров. В среднем выпуски сейчас набирают 30 тысяч, 35 тысяч просмотров за один день. Так вот, если вы хотите сделать рекламу на нашем YouTube канале, то напишите вот на вот эту почту. Мы с вами свяжемся, обсудим все условия, договоримся о цене, отснимем для вас классную видеорекламу и интегрируем ее в ролик. Числа, время, все это дело обсуждается, все очень гибко. Почему на нашем YouTube канале делать рекламу выгодно? Ну, на самом деле, те, кто за нами давно следит, видели, что к нам приходят достаточно крупные бренды. Они не просто приходят и покупают рекламу, они повторно ее покупают. Это значит, что у нас очень качественная, платежеспособная аудитория, и значит, что в ваш бизнес обязательно придут клиенты. Почту я оставил, пишите. Погнали дальше в путешествие. Мерсин очень сильно стоит, поэтому мы решили его объехать. Здесь объезд – это альтернатива платная дорога. Из Каппадокии, когда едешь до Мерсина, можно тоже двигаться по платной дороге, но мы решили по бесплатке, она на самом деле поживописней. Но сам город, конечно, хочется объехать, потому что так намекать 20 минут, а если через город – полтора. Заехав в Мерсин, мы поняли, что здесь можно снять квартиру и сделать небольшую передышку. В квартире огромный балкон. Имеется даже вид на море. Посмотрите, Средиземочка – красота. Мы воспользовались моментом, перестирали абсолютно все белье, которое у нас есть. Сейчас стирается еще все наше постельное белье. Балкон в квартире тоже огромный, здесь выходы из каждой комнаты. И вот еще небольшой кусочек балкона. Это непосредственно кухня, в принципе, есть все необходимое. Холодильник, посудомойка, газовая плитка, духовка, вытяжка, посуда – все это дело имеется. Напротив кухни сразу же огромнейшая гостиница. Если не обращайте внимания на бардак, все-таки у нас, как говорится, генеральная уборка наших вещей. Вот он вход в квартиру, дверь здесь очень интересная. Это первая дверь, а вот вторая странная. Вот эта дверь в такую полосочку, как какой-то забор. Это должна быть металлическая дверь, обычная, такая, к которым привыкли мы. Но здесь она особенная. Далее у нас огромный коридор, там две комнаты и есть туалет. Но у нас здесь еще есть один туалет, он же первый. Выглядит он вот так, раковина и унитаз. Далее две комнаты. В одной комнате бесится Родиончик с Мирончиком, выход на балкон. А в другой комнатке Артемка спит. Здесь есть огромный шкаф, там стоит машинка стиральная. Ну и, собственно, ванная комната, где есть душевая кабина, унитаз и раковина. Ну и, собственно, нет. Эта квартира находится в Мерсине, в принципе, удаленность от центра существенная, можно сказать, на окраине. Но зато здесь сразу видно море, мы сами видели, здесь собственный пляж и собственный выход на этот пляж. Территория закрытая, обычный комплекс с инфраструктурой. Такие комплексы многие выбирают русскоязычное население. Но это жилой комплекс именно турецкий, здесь вообще почти нет русских. Ну, буквально 2-3 человека, наверное. Но в комплексе есть все, бассейны, хамамы, сауны, теннисные корты, кафе и рестораны, есть все. Но он старенький. Вот на территории есть бассейн, даже есть вон столики посидеть. Но басик уже не работает, видимо, может быть, стильный сезон, потому что его за заборчиком сразу собственный пляж. Так классно вообще. Вот, пожалуйста, магазины, кафешки здесь есть. Здесь такой небольшой сквер зеленый. Вот он, теннисный корт, несколько полей. Я, конечно, очень кайфую от того, что здесь вот эти комплексы, они вот с такой инфраструктурой. Это безумно классно, учитывая, что еще цена, что на покупку, что на аренду в таких комплексах, ну, прям адекватная. Ты здесь вообще прикольная. Вот этот лифт везет только по этим этажам, этот лифт везет только по этим этажам и только центральный лифт везет по всем. Здесь открывается дверь и ты попадаешь в лифт. Нажимаешь седьмой, хоть мы живем на шестом. Конкретно в этом лифте почему-то не работает вот эта дверь, но, собственно, мы поехали. Эта квартира нам обошлась в сутки 44 доллара, искали мы ее на Airbnb, договорились за наличный расчет, причем не в долларах, а в лирах. Так что можете использовать наш лайфхак. Сняли мы ее на два дня, у нас с дороги Темка немножко что-то прихворал, поэтому мы решили сделать передышку. Да и в принципе сделать передышку, нужно было все перестирать и отдохнуть, и, конечно, поработать. Самое сложное позади, мы загрузили полную машину, как обычно все утрамбовали, сейчас первое, основное, нам нужно снять деньги. Делаем это все дело через CoronaPay, отправили туда 6400 по курсу 3.3, 21 тысяча с копейками. Вот, собственно, он нам уже пишет, что перевод готов к выдаче, поехали получать. Написали хозяину, что мы готовы уже уезжать, он говорит, что будем только через час. Я решил, что его нет смысла ждать, и пока оставить своих там дома, сам сгоняю об наличии денег. Надеюсь, у меня это получится, сейчас какие-то тоже терки с этой короны начались, что они во всех пунктах выдают. У меня ничего не получилось сделать, в общем, смотрите, может быть, кто-то сейчас мне подскажет, как это работает. На карте есть, вот в самом приложении CoronaPay, есть, значит, пункты. Называются они Get Money Global at Post Office. Вот так вот, смотрите. Я прошел таких два пункта, ну, то есть, я иду по карте, смотрю, а их физически нету. Чего это за Get Money Global, я не понимаю. Вот, если вы в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я решил, что нужно доехать просто до центра Мерсина сейчас и сходить именно на почту. ПТТ называется. Мы сдали квартиру, поехали почти, так сказать, в центр Мерсина, чтобы нам найти этот ПТТ. ПТТ это, собственно, почта, все остальное на карте CoronaPay. Смотрю, вообще не понимаю, где еще находится. Здесь тоже приехал, который находится как бы под точкой, где локация, ее нету. Спросил у местного, еще так неудачно подошел. Чувак только мясо выгрузил, все руки в крови. Короче, он мне объяснил, я доехал до сюда, еще одного местного спросил. Просто ПТТ ему сказал, он мне показал, мол, типа, Мигрос, Аркас, я типа там, пойду искать. Как я уже говорил, Мерсин достаточно прикольный город, он большой. Здесь куча-куча всего, всякие торговые центры, большие проспекты, здоровские. Короче, вот здесь я отстоял, здесь типа, а-ля, такой обменник, что говорят, денег нету. Он может сегодня выдать небольшую часть наличными, остальное либо завтра, либо послезавтра. Нужно заполнять какой-то бланк. И люди, короче, все в шоке. Здесь есть соседняя почта, они отстояли в почте, он говорит, два часа, в итоге нам сказали, денег нету. Благо здесь был парнишка, русскоговорящий турок, ну, по-русски понимает, он помог мне и с этим пообщался, короче. И все мы объяснили, как бы, я теперь понимаю, что вообще нет смысла ждать. В общем, здесь на берегу гораздо сложнее, на севере это было все просто. Правильно было сделать следующим образом, как только мы заселились в квартиру, нужно было сразу идти решать вопрос. Но, учитывая, что Темка приболел, поэтому было вообще не до этого. У нас есть в заначке грузинский лари, российские рубли и еще 30 долларов. Пойду поменяю. Заливаем дизелечек на 600 лир, цена за литр 23.31. Литров 26, наверное, сейчас получится. Пока на почте обед, мы решили себе организовать тоже обед, зашли в местную чифаньку, купили вот такую вот шавуху, 4 штуки. Вышло все на 288 рублей. Это какой-то невероятно необычный момент, все нереальное. Удача, везение нашей стороне. Вот пешеходный переход. И попались люди хорошие. В шаурме тоже мы ничего не понимали. Мальчишка русский, маленький. И он говорит, я вам сейчас помогу. Ну, смотри, сына по-русски говорит. Пришли на почту. Сколько получается? Час ожидания. И у нас есть вот такая стопка денег, что тоже хорошо. На первом пункте, куда я заходил, там люди по два дня ждут деньги. Я увидел вот здесь вот ПТТ, это, ну, собственно, почта. Мне выдали. Но с чем я столкнулся? Во-первых, очередь вся из турков. Никто не понимает. Слава богу, в очереди оказался чувак, который чуть-чуть говорит по-русски. Но он нас понял, что мы из России. И он работал в России на Росатоме. Он мне показал видео, мы пока сидели, общались. А плюс девчонка в очереди стояла, мы через переводчик. Она мне сказала, что здесь есть CoronaPay, можешь стоять. Потом, короче, пока стояли в очереди, начал заполнять, в общем, эти бумаги. Она мне говорит, дает все, я подписал. Короче, она мне дает бумаги, я все подписал. И мне что-то по-турецки говорит, мол, типа, показывает рукой, типа, иди, короче, отсюда. Я понять не могу. Стоял, стоял. Она потом мне говорит, иди копию делай. И мужик, который с Росатома, он мне говорит, пошли, говорит, я тебе сделаю, покажу, где делать копию. Пошел со мной, меня довел, объяснил им, что нужна мне копия. В итоге хотел за меня заплатить за эту копию. Я говорю, no, 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 типа, yes, yes, money. Сам рассчитался. И мы вернулись с ним на почту. Я ей отдаю, подписываю еще один бланк. И она мне опять, типа, машет. Иди. Я въехать не могу. И зовет другого человека. И я у этого человека уже через переводчик спрашиваю. А подскажи, что я жду? Что она сказала? Он говорит, жди. И все. Я въехать не могу. Устаю минут 20, жду. И тут на горизонте в очереди появляется турок, парнишка, который говорит по-русски. Я к нему подхожу, говорю, ты можешь мне помочь, можешь перевести, что она говорит. В итоге мы с ним подошли, он все узнал. Говорит, жди деньги. Здесь денег нету. Она ждет, когда касса пополнится, пока она в минусе. И тогда тебе сможет отдать эти деньги. И вот, ну, я не знаю, сколько, час-полтора, да, мы потратили. И у нас получилось это сделать очень сложно. И я скажу так, что если вы хотите снять больше 10 тысяч лир, у вас это сделать не получится. Вам придется ждать несколько дней, чтобы кэш собрался, и вам только потом выйдут. Поэтому сразу отвечаю на вопрос, почему ты не можешь снять сразу много. Вот поэтому и не могу. Вот теперь мы выдвигаемся в сторону Алани. Ехать нам 4 часа. Ну, посмотрим. Доедем сегодня, не доедем. Возможно, где-то будем ночевать. Пока едем, встали в пробку. И так интересно. Сразу турки все повылазили из машин. Начали смотреть, что там, вон, видите, высовывается как-то. Интересный менталитет. Вот, вот, видите, смотрите, смотрит. Куда же, куда же нам? У нас такого не увидишь. Дорога от Мерсина до Алани настолько красивая. Огромное количество вот таких вот остаток крепостей. И вот сейчас я вам покажу, надеюсь, получит там целый остров из крепости. Вот, гляньте. Вообще нереально. До сих пор не могу поверить, что мы едем сами по Турции на своей машине. Наслаждаемся этими видами, красивыми височинными пальмами, этими шикарнейшими пляжами и Средиземным морем. Какая же началась невероятная природа. Мы едем среди гор. Причем горы такие скальные. В елках, вот в этих соснах. Запахи нереальные. Вон там, посмотрите, вдалеке виднеется море. И мы сейчас тоже будем ехать между гор и еще и с видом на море. Невероятная красота. Туннели в Турции, кстати, тоже хорошие. Вот ни разу не попали еще в туннель, который был бы так себе. Все освещено, подсвечивается, висят знаки, есть вентиляция. Очень комфортно. Поднимаемся куда-то высоко в горы. Машина ревет прям, да, 3000 оборотов, 90 километров в час. Посмотрите, какой вид. И вон вдалеке, смотрите, остров. Это уже третий на нашем пути. Какое огромное количество теплиц. Посмотрите, какая дорога. Просто вот так вдоль берега обрывы, дикие пляжи, камни пады. И дорога уходит вверх. Вы только посмотрите, как мы высоко. И походу сейчас будем спускаться вниз. Ну да. Смотрите, серпантин пошел вниз. Здесь, кстати, полным ходом идет строительство дороги, которая будет скоростная и, скорее всего, даже платная. От Мерсина до Анталии. Почти весь путь будет проходить в туннелях. Целый город теплиц. Вот это вот, кстати, теплицы белые. Это банановые теплицы. Кто не знал, в Алании выращивают бананы. И мы в том году, как раз, помню, жили в Алании, в Махмутларе. У нас вид с балкона был на банановой плантации. Такие поля огромные-огромные. Вот еще проезжаем крепость. И слева от нее, посмотрите, остров. Мамуре-Колесе называется. И посмотрите, какой лес из пальм. А сейчас перед нашими глазами появляются торты. Просто скалы в виде тортов. Представляете? Смазничка. Разрез торта. Смотрите, какая красота необычная вообще. Я хочу сказать, что это нереально красивая дорога. Ничего красивее я пока не видел. Точнее, ни на чем красивее я не ездил. У нас тут еще происходит закат. Мы переваливаемся по горам. И то солнце видно, то не видно. Красота нереальная. Какая впереди красота. Мы на какой-то нереальной высоте находимся. Не знаю, правда, сколько метров. Горы в облаках и облака стали уже к нам тоже низко. И мы сейчас начинаем спускаться. Вон туда будем сейчас спускаться. Посмотрите, 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 посмотрите. У-у-у-у! Ух-ху! Мы снова спускаемся. Вам, посмотрите, как солнце садится в море за облака сейчас заходят невероятно! И мы тут должны сейчас спуститься куда-то вон туда вниз. Знаете как, дорогу от Мерсина до Алани я ставлю вообще на первое место по красоте. Обязательно рекомендую вам прокатиться по ней тоже. У нас стемнело, уже мало чего видно, до сих пор двигаемся по серпантину. Время 18.53 и мы снова допускаем эту ошибку, искать место в полной темноте, к сожалению. Но нигде раньше остановиться просто не могли и не хотели, поэтому вот сейчас осознанно, конечно, шли на этот шаг. Шаг. Ну вот мы и добрались. Городок называется Газипаша. Так, осталось только найти здесь сейчас еду, покушать. Самое главное, ночлег. Зашли мы в такое, значит, заведение, очень-очень красивое, поужинать. Здесь мало людей, но в основном все турки. Парни увидели нарды, давай играть в нарды. Мы вот тут прям сразу припарковались и будем ужинать, а потом пойдем искать ночлег. Вот это порция макароны. Здесь курица. Нежа, да? Да уж, неплохо. Вот это мы объедимся. Давай, Мирочка, бери скорее, бери. Что это? Мамка дает картосечку. Сейчас нам напишут. Ай-яй-яй, что за родители? Мы уже сообразили даже место стоянки. Смотрите, будем стоять вот-вот, и у нас здесь крепость подсвечивается. Прикиньте, какая красота. Обалденно. Где-то тут, наверное, на нем можно сделать восхождение. Вот здесь вот парк и сразу же пляжик. Вот такое путешествие у нас получилось. Мы уже разложились и готовы отправляться спать. Мои-то уже там, но мне еще нужно поработать. Вот так вот установил стол. Здесь греется настенький чай. Еще, наверное, пару часиков, и я тоже отправлюсь спать. Поддерживайте выпуск лайком, пишите свои комментарии. И до следующего видеоролика. Пока!